Владимир Уланов родом из Иркутска. Как каждый юноша, он должен пройти службу по призыву в рядах вооруженных сил. У него не лежит сердце заниматься строевой подготовкой, с которой он уже хорошо знаком. Учился в кадетском корпусе. Владимир горит желанием, не отрываясь, постигая танцевальное народное творчество. Изначально вообще я танцую с самого детства современные танцы, модерны. И когда я пришел в колледж, мне очень понравились народные танцы, в частности казачьи. Вот своей манерой, движениями. Просто очень нравится. Когда появилась возможность пройти альтернативную службу, Владимир, не задумываясь, воспользовался шансом совместить приятное с полезным. Вот я загорелся желанием приехать сюда. Это просто получилось спонтанно. Мы заранее обговорили, меня пригласили за байкальские казаки, и у меня был вопрос со службой. И директор сказал, что мы попытаемся решить. Вопрос об альтернативной службе молодого дарования решался на самом высоком уровне. И лично министр культуры за байкальского края Ирина Вячеслава Наляковича с министром культуры Иркутской области. Они договорились между собой, подключили краевые военкоматы. К результате в данном случае Володя Уланов у нас появился, мы очень этому рады. У Владимира есть семья, которая поддерживает не только его любовь к танцам, но и выбор такой необычной службы, пусть даже и вдали от дома. Они меня поддержали, хотя тоже здесь есть нюансы. То есть я уехал сюда на два года, а не на один. Они расстроились немножко, но в целом, да, поддержали меня. Руководитель ансамбля только рад танцору новобранцу и совсем не считает такой род службы чем-то постыдным. У него замечательный потенциал. Это не бальный танец, это действительно силовой, залихватский казачий танец, поэтому они вот здесь до седьмого пота, и я вижу, как с него льется ручьями, он здесь не отлынивает, он действительно служит в данном случае, ну вот такой вид службы. Творчество тоже служба. В годы Великой Отечественной войны танцоры и певцы, находясь на передовой, фактически под обстрелами давали свои концерты, позволяя бойцам хоть ненадолго отвлечься от ужаса войны, поднять свой боевой дух. Я думаю, что настанет время, когда забайкальские казаки будут выступать перед нашими солдатами и Володя в том числе, в горячих точках. Данил Батвинский, Антон Носов, Никита Дроздов, РТК «Забайкалье».